Коррупция и мошенничество в Европейском Союзе. Контролеры ЕС выявили случай нецелевого использования денег из бюджета на сумму 3 миллиарда евро. Это в 18 раз больше, чем в прошлом году. Среди провинившихся стран Румыния, Венгрия, Польша и Германия. А самую крупную операцию провернули в Великобритании. Какие схемы используют, разбирала Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Разгромный доклад опубликовало Европейское агентство по борьбе с мошенничеством. Олаф – это независимая структура, которая занимается расследованием нецелевого использования денег из бюджета ЕС. Это касается уклонения от налогов, махинаций с пошлинами и сборами. По сути, главная задача этого ведомства – убедиться, что деньги, выделенные Европейским Союзом на определенные программы, идут по назначению. Так вот, в прошлом году работы у контролеров Олаф было немало. Впервые в истории ведомство провело проверку таможенной сферы. И раскопало самую крупную мошенническую схему – более чем на 2 миллиарда евро. Это происходило на британской таможне. История простая. Импортеры китайской одежды и обуви постоянно занижали стоимость товаров при ввозе. И таким образом экономили на таможенных пошлинах. И теперь Европейская комиссия может потребовать от Великобритании возврата в казну ЕС этих самых 2 миллиардов. Мы никогда не вмешиваемся и не комментируем расследование агентства по борьбе с мошенничеством Олаф. И я могу вас заверить, что на переговоры по выходу Британии из ЕС этот случай на таможне не повлияет. Это отдельная история, которая будет иметь продолжение, когда мы изучим детали. В прошлом году в Олаф провели расследование в отношении почти 40 стран. Возглавила этот список Румыния. Там открыли 11 дел. Украина тоже присутствует в докладе. По большей части как транспортировщик контрабандных сигарет и фальсификата в ЕС. Пять расследований провели в Германии. Берлину выделили 162 миллиона евро для поддержки малых и средних предприятий. А в результате деньги получили крупные компании, вообще не имевшие отношения к программе. Олаф уже потребовал возврата всей суммы, но в Германии не согласны и готовы оспаривать дело в суде. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.